I have ways of blowing things off Так, наконец-то Хорошо Теперь Вкратце о содержании последних двух часов Я ходил Абсолютнейший по всем локациям И пытался понять, что и как нам делать И что теперь происходит И как нам двигаться дальше О, смотри, там еще и комары появились Стоп, не Комаров, кстати, я не ожидал Потому что по вот этим местам Я только что вот недавно проходил Вроде как никаких букашек тут не было Там у нас появились синие ребята Которые Ну вот вы видели вот эти синие птицы Которые стреляют электричеством О, лягушка, лягушки Я тоже тут не видел Фига ли Каждый раз теперь будет происходить Когда я захожу на старую локацию Мне будут Давать новых врагов Не, ну так-то это бесконечный Бесконечный кач Вот видите, экспо пришла Так На Язык У тебя сразу перегруз с языком А у кого Кто-то голоден? На тебе язык Съешь на здоровье Так, да Уровни я еще не Ай, блин У нас Крысю голоден 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 Пусть он рыбы поест Пажу и рыбца О! Ребят А я вас Не ожидал Мы сейчас Собственно Идем В подземелье Почему мы вообще Пошли по этой дороге Оно у нас Было полностью Заселено Тут была куча Грибов Опять Грибы От грибы Хочу вам показать Некоторые вещи Там вроде как Это тут Наша старая Рушка Смотрите Я тут пришел Немножечко еще Потерся носом И оказывается Вот какая штука Тут есть Аж две клетки От двери Тут есть кнопочка Она в принципе Видна Но Ты просто не ожидаешь Ее увидеть Так что Давайте вот так Новый секрет Хорошо Теперь Бычара Видите вот этот Вот молот Кувалда Это Не секрет А пазл На Старомбрическом Берегу Там где нужно было Шагать по клеткам И вокруг тебя Открывались Другие люки Помните эту головоломку Я две серии Обещал что я пойду туда За кадром схожу И решу эту головоломку Я ее решил Но случилась еще Одна маленькая штука Пока я решил Во первых Вот я не могу Ну мне нужен еще Один уровень На быке Чтобы я мог держать Ее в одноручном Вот эту кувалду Поэтому я пока держу здесь Но Пока Я там падал И Телепортировался Обратно Случилось такое За мной Погнался Тот Фекалоид Так скажем Так у нас Защита 8 Защита 12 Оу Май У нас прям Такой Такой хороший Ну да Это более старый Шлем Я это понимаю Так Ты у нас Сила 4 Блин Сила 4 Это очень Очень хорошо Я даже Не знаю Че Давай Наверное Да Давай Наверное Вот тебе Шлем Он сразу Становится Перегружена А силу 4 Дадим тебе И ты у нас Сможешь таскать Очень много А вот эту Тряпьем И тут Выложим Да У него Будет Минус 5 Уклонения Но в принципе Он у нас В заднем ряду И поэтому Это будет Не столь Существенно Так Мешок с записками Вот Мешок с едой Можно дать Крысюку Наверное И он его Выдержит Да Да Нет Не выдержит Это все равно Слопает ему Спину Так Надо немножко Разобраться С этим Хорошо Ящики С бомбами С стрелами Обычная Стрела Арбалетная Стрела Арбалетность Арбалетные Стрелы Можно вместе Сложить Я понял Хорошо Что кстати По зелькам Тут 2 Тут 1 Целебную Зельку На тебе Сразу 3 Хорошо И что я у тебя Могу еще Забрать У нас есть Зельки Воскрешения Наверное Можно сюда Сложить Сколько тебе Не хватает Блин Совсем чуть-чуть Не хватает Наверное Да Паучья Накидка Нет Не надо Эти О У нас Отмычки Что-то Весят Давай Мы тебе Отмычки Дадим У нас Ты будешь Хранитель Ключей А с другой Стороны У нас Зелька Чего Розовая А противоядие Хорошо Отлично В общем-то В этот Воздушный элементарь Который у нас Летал на Старомбрическом Прибрежье Я просто Телепортировался В него И случайно Его убил То есть Помните У нас В первой игре Была такая фишка Что если ты падаешь Сверху На кого-то Там Например Падаешь в яму И падаешь На какого-то Мопа Ты его Просто давишь А тут мы Телепортировались В этого элементаря И убили его Да Случилась такая штука Теперь Минутку Итак Мы тут Поговорили Немножечко С ребятами Которые Смотрят И которые То-то-сё-то Есть мнение Что вот Количество Плиточек Здесь Оно совпадает С количеством Плиточек У мага Вот Количество Ну Вариантов И Вон То Заклинание Которое там Сейчас идет Огненный шар Это вроде как То что В общем Нужно Попробовать Исполнить Это заклинание То есть Оно же у нас Делается вот так Да Надо попробовать Исполнить Заклинание Таким вот образом Мы сейчас Если это так Да Это так Хорошо Теперь у нас Ледяное Заклинание Ледяное Это Погодите Это Огненное Это Щит Ночь Свиток Щита Это Обычное Молния Молния Кстати Сверху Начинается Да Вот Ледяные Шипы Вот оно Так Поднял Ага Теперь Молния То есть Да Это у нас Ледяные Но мы это делать Не умеем Потому что У нас Не хватает Там чего-то Что у нас Не хватает У нас есть уровень Который можно качать Или в магию земли Или в магию воды Но я пока не уверен Что я хочу кинуть Так что Уровень же дальше качается Вроде качается Так что Давайте посмотрим Теперь А у нас еще и камушки есть Молния У нас По углам Находится Элементальный Заклинин То есть Вот это Огонь Вот это Молния Получается Вот Вот это Нижнее Это будет Лед Да Но мы его Сделать не можем А это Так А нет Милочку Нижнее Это Яд Тогда Вот это Лед Ладно Непонятненько Пока что Если Молния Там То Возможно Начинать нужно Отсюда А куда она Может пойти Вниз А блин Зачем ты Все Шипт Забыл Нажать Ээээ Нет Не так Может Тогда В обратную Сторону Ну, типа, огонь в эту сторону, а молния в эту сторону. Сейчас надо вот это убрать. Блин, свет заканчивается. Нет, не так. Должна начинаться оттуда, но если она уходит не вниз и не сюда, то куда? Она же не может соприкасаться наискосок, например. Она должна идти или... Ой. Или вот так? Погоди. А может вот так, кстати? Или вот так, что ему мешает? Давайте попробуем. То я только что... А почему... Как... Как оно открылось? Ладно. Просто забейте. Открылось и открылось. Наверное, я как-то случайно угадал заклинание молнии. Ну, ладно. Я не знаю, как это произошло. Итак, посох у нас тут, кстати. О, хлебушек тоже есть. Посох тебе. Хлебушек тебе. От хлеба тебя сразу перевесило, да? Ну и травку тоже тебе. Так, хлебушек. Хлебушек. Ну, блин, он же... Ну, блин, он же вообще не какущий. У него же... Он же даже прибавки магии не... Это печально. Я не знаю. Ну, то есть, зачем я сюда приходил? Ладно. Сохранились. Пойдем дальше. По крайней мере, здесь мы решили загадки. Хорошо, ребят. Давайте я тогда дойду, и мы встретимся с вами на месте. Я, кстати, оказался сейчас на Старомбрическом прибрежье, и тут опять у нас полно мобов. Я убил того элементаля, который тут летал, и я уходил отсюда, и здесь было, между прочим, пусто. Пришел сюда, и тут у нас всякого мобьяпа набежало опять. Я уж даже не знаю. Я уж, думаю, включу, покажу вам, а то... Тебе скажите, что это такое, почему все проходит лесом мимо нас, так... О, блин. Ему тут кусочек мяса прям такой... А-а-а! И давит. Это нас, я шевел. Я не жадный. О, погодите. Да ё-моё, вы видите, кто там? Там, если чё, ещё всякое говно ходит. Интересно, они... Оп, это плохо. Они вместе со мной в портал могут попасть или нет? Ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, серьёзно. Они могут там зайти в портал и оказаться здесь в перемычке у нас? Так, погоди. Навыки. Что я хочу тебе качать? Ладно, могу, я с ним ещё разберусь. Что я хочу тебе качать? Я, наверное, бы ещё в точность закинул бы. А что у нас с уклонением? За каждое очко навыка твоя... Уклоняемость повысится на 3. А на третьем уровне навыка периода ожидания перед выполнением любых действий снизится на 10. О-о-о-о! Ну, на 10%. Это всё равно хорошо. Давайте пойдём, наверное, сюда. Добьём до трёшечки. А потом, наверное, ещё в точность можно будет покачать. А, и ещё кое-что. С фекалией я всё-таки хожу с этим щитом. Если у него... У него уклонение 6. У этой штуки уклонение 10. В любом случае. Не важно. То есть... Он тебя сразу перегружает. Давайте я его тут в перемычке положу. В любом случае он лучше. Даже если я не могу лечиться, в любом случае этот щит лучше. Поэтому... Наверное, глупо с моей стороны его не использовать. Уворотливые твари. Очень уворотливые. О-о-о! На 10. О, загорелся, наконец-то. Горит, тварь. На 30 тоже неплохо. Это была моя ошибка. Тут, конечно, кристалл неподалёку, но всё же... Не хочется... Мне... Герой к тому же ещё и лидер. Не загорелся. Просто, на мой взгляд, огонь наносит ему больше всего урона. Плюс ещё есть шанс его поджечь. Поэтому я стараюсь его... Огнём его бить. Вот это файл же. Может, сдохнешь, чувак. Вот это они плотные, офигеть. Ну... То есть танковать эту штуку вообще без вариантов. Это нужно... Только за счёт маневрирования. Шестьдесят шесть. Фух. Так, дубинка. Нафиги. Пойдём подключиться. Ну, там, в принципе, недалеко. А куда нам? А, так... А-а-а! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нам, в принципе, в ту же сторону. Только... Только не в ту. Нам сюда. Интересно, у нас подземелье что-то сейчас кто-то появится или нет? А-а-а! 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 Ой, блин, далеко отсюда часать. Тут мы с вами всё уже обходили. Давайте, всё-таки, я вернусь туда, куда надо, и мы с вами продолжим. Итак, ребятушки, мы с вами вот здесь. Загадочка со свитком, камнем и мечом. Это... Это всё-таки заняло у меня немножечко времени подумать. Даже больше, чем я, наверное, на это рассчитывал. А-а-а! Суть вот в чём. Свиток — это бумага. Камень — это камень. Лездвие. Меч. Камень. Лезвие. Бумага. Камень, лезвие, бумага. Ну, вы поняли, это очень... Очень такой интересный подстёб от разработчиков, которые... Ну, это ломание четвёртой стены, по сути, потому что вряд ли такая игра существовала тогда. И поэтому их нужно положить не напрямую в свиток, что у нас бьёт бумагу. Ножницы бьют бумагу, поэтому я думаю, что это должно сработать. Я ещё это не пробовал, но я практически уверен, что это должно... Так сработать. Это у нас свиток. Свиток режется мечом. Камень оборачивается в бумагу. А меч... Ломается... Это работает. Хорошо. Так. Погодите, надо сохраниться. Что скидка там, чё-то? Ёлки! Выходи. Пик тебе в нос. Нет! Фух. Всё, чувак сдох. Хорошо. А чё там? Э, а как туда? А там чё-то есть! Ладно, погодите. Это я заберу. Мне это даже не перегрузило. Ладно. Факелы надо убирать. Итак. Кнопочки. Странно. Кнопочек нету. А как туда попасть? Блин! Я думал, я такой разгадал загадку. А он где-то даёт новую загадку. Ладно. Рискну предположить, что, наверное, отсюда никак туда не попасть. Эту дверь уже можно закрыть. А что у нас за свиток здесь? Свет. Ну, не оставайся здесь. Я это умею уже делать. Вообще, нужно будет поразбираться со свитками и... Чё у тебя по уровню? Ладно. Посмотрим. Хорошо, ребят. Следующая загадочка. Давайте сохранимся. Тут нужно было именно на сообразительность. Вот эта загадка, куда мы сейчас идём, она не сколько на сообразительность, а сколько... Ну, не то чтобы на внимательность. Помните, я вам говорил, что... Вот в какую сторону... Так, где-то был там. Вот ножики. Как нам переместить портал? Тут портал перемещается. И как нам переместить его в боковые кнопки, чтобы через них положить что-то? А перемещать-то не надо. Он перемещается только по центральной линии. Вот он там дальше. Сюда. Сюда. У него три шага всего лишь, да? Три шага. Хорошо. Перемещать нам его не надо, потому что через портал можно кидать вещи. И таким образом он пролетает через портал и нажимает вон ту кнопку. Вот такая вот, собственно, фигня. Теперь. Этот шаг у нас бесполезен, а вот этот шаг... Вот и всё. Блин, это было гораздо проще на самом деле. И я бы сказал, что это больше именно на понимании механики игры, чем какая-то загадка. Так что мы получаем с вами третью статуэтку и четвёртую. Я предполагаю, что у нас там с мостами... Ну, с этим, с мостом из камней философских. Ну, сейчас посмотрим. Итак. Тут у нас ничего нету. Тут у нас... Кнопочка. А где что? А, вот куда она. Грибочек. Грибочки я заберу. Грибочки только нужные. И... Ещё одна кнопочка. Здравствуйте. Ах ты ж, зараза. Да-да-да. Да-да! Ес, офкос. Блин. Мне мага билет. Опа, до свидания. Я в домике. Мага чуть не убили. Надо было его переставить. Я чё-то просто сообразил. Там, ну-то, вай уже сдохни. Тут кнопка, может быть, тоже есть. Я уже не знаю. Так. Ладно. Это открылся нам проход сюда. Здесь у нас есть шипастая булава. Утреннее. Это утреннее звездное. Ладно. Хорошо. Это тяжёлое оружие. Блин. У нас уже целая коллекция тяжёлых оружия. У нас есть меч. У нас есть... Ой, блин. У него же по-чего уровня, кстати. 1134... 1442. Ну, 1134... А, я двигаться не могу. Игнорирует 5 единиц урона вражеской брони. Оно одноручное, типа, да? 10, 30, 11, 34. Оно, по идее, вместо вот этого топора. Окей. Ножики я могу забрать. Ох, у нас какие-то езды неплохо. А, вот, собственно, камень. Который я тоже могу забрать. У кого у нас там камни-то были? Я уже забыл. А, нет. Вот у тебя камни. Я думал, ну что, все камни, что ли, истратили? Но нет. Так, и... Да чёрт с ним с этим ножиком. Пусть валяется, наверное. Хорошо. Ещё одна секретка. Неплохо. А, у тебя уровень, кстати, тоже прилетел. Я и не заметил. Можно стрелковую на 5 вкинуть. Ещё 20% урона получим, между прочим. Это хорошо. Или же... А, нет, мы же с вами качали алхимию, точно. Чё, это не в ту сторону. Большие напитки. Чуть не прошляпил. Так. Так. Стеночки. Шашлычок я заберу. Да из игуанки. Да под шашлычок. Так. Ладно. Этот секрет у нас вроде бы тоже решён. А... А, ну ладно. Может быть нам... Да, оно как шлюз работает. Там открывается, тут закрывается. Хорошо, отлично. Поехали теперь. Что у тебя? Блин, у него медленно уровень так набирается. Ну, у всех сейчас медленно уровень набирается. Это не проблема вроде как. Вспомнил. Я такой думаю, там сундуки открывал, не открывал, увидел этот огненный шар. Вспомнил, как я там с крабом дрался. Всё. Вопрос снят. Супер. Теперь... Мы правильно идём? Да. Это далековато, но правильно. В общем-то. Хорошо. Да, чтобы вы понимали, я просто приходил, смотрел на эти загадки, думал, как их решать, уходил, проходило некоторое время. Всё вот это вот время я не записывал, не знаю, наверное, больше недели. Всё это время я ломал голову над загадками, как их делать. Так, теперь. Лампочку мы там включили. Про ту кнопку мы знаем. Я вообще думал, что вот тут стенка должна открываться, но всё оказалось проще. Всё просто в моей невнимательности. Я попытался тогда толкнуть камень, который стоит на отключённой плите. Все остальные-то работают. Да. Поэтому... Так, где оно там было? Сейчас мы попробуем... Нам к лампочке нужно дотолкать. Мостик. Так, значит, вот так и вот так. А этот... Нам нужно вот так сделать и вот так. Есть. Есть. Теперь мы можем... Пойти сюда и сюда. И так мы попадаем на нужную клетку. Вот. Как оно делается. И тогда у нас оживает третье. Да. Всё. Теперь всё стало гораздо яснее, понятнее и проще. Спасибо, игра. Мы из них теперь клеим себе мостик на три камушка. И получается всё просто за шибок. Фух. Тут вот эта вот загадка, это чисто по невнимательности я её пропустил. Потому что я потыкал тогда единственный камень, который был отключён. Почему-то я подумал, что по-красному они не шевелятся или что такое. Я не знаю, в чём был прикол. Ну, в общем, ладно. Вот это вот я заберу обратно. Кидательно-метательную фигню. А, я их все восемь кину. Опять же невнимательность. Здравствуйте. Так, ладно, сохраняемся. А то мало ли какая подстава. Слышите, слышите, стены ползут. Кстати, это бронька, которую я уложил. Так, ну тут у нас... Я стрелять по ним, наверное, не хочу. Всё. О, камушек. А, это который я тогда кинул, что ли? Серьёзно? Ну, давайте я заберу. Кноп... Кнопчик у нас никаких нету. Сейчас по... Ха-ха-ха. Великий топор, блин. Хм-хм. На чувака льются тяжёлые пушки, как из рога изобилия просто. Ха-ха. Так, ладно. 18.55. Это дофигилиард урона просто. Итак, давайте для простоты картины мы их все вместе тут положим. 14.43. А, он ещё игнорирует 25 единиц защиты вражеской... Э... Единиц защиты вражеской брони. То есть он постоянно делает плюс 25 по защищённым целям. Так, милочку. 14.42. 14.43. Они с мечом практически одинаковые, только этот ещё и броню игнорирует. А меч... Просто бьёт. И 6 секунд ожидания. И 18.55. О, блин. Сильный удар наносит огромный урон. И... Игнорирующий 10 пунктов вражеской брони. Расход энергии 40. Фига себе. Это много, кстати. Так, это всё двуручные. Двуручные, двуручные. Ну, из всех этих троих меч у нас явно выходит проигравшим, потому что у него 14.42. И больше ничего. Милочку сильный удар. А, у него такой же скилл, как и у топора. А, у кувалды отбрасывающий удар. Особая атака. Кстати. И он не требует оружия. Ой, в смысле этого энергии. Он требует просто... Так. Значит, давайте меч оставляем здесь. Вес 8. Вес 6. А меч сколько есть? Наверное, 4. 4,5. Да. Мечи всегда дешевле. Легче, в смысле. Так. А... Чёрт. Кстати, кирка мне так и не понадобилась, если чё. Точно смею. Давайте я, наверное, кирку тоже оставлю. Блин, как бы мне об этом не пожалеть. Ну, по крайней мере, ладно. Я буду знать, где она... Где она находится. И кирка всё равно не избавила меня от перегруза. Так. Браслет. Стойкость к шоку. Шанс критического урона. Защита сила. Сила защиты. Деревянный ящик. Жрачка. У меня там буквально 1 кг лишний, да? Давайте я, наверное, зельки, антидоты эти... Робот 126. А эти? Да, отмычки пока переложу. Хорошо, что вот из-за этой цепи у нас нет эффекта. Почти перегружен. То есть он прям до конца. Я не знаю пока, что из этого оружия брать. Я поэтому не буду пока брать ни одно. Ну, в смысле, в любом случае, мне нужно докачаться до 5 уровня, чтобы я мог одеть их и сравнить. А вот в таком состоянии я даже не знаю. Ладно. Стоп. А это что за место? А, отсюда, наверное, вылезли эти... Там за стенкой еще что-то летает. Хорошо. У нас с вами есть... 4 фигурки. И... Погодите. Ха! Еще какая-то фигня секретная открылась. Тут ничего нету. Может, отсюда тоже вылетела эта фигня? Не знаю. Не знаю. Просто мне кажется, что они могли поразлетаться в неправильные стороны, что ли. Уж даже не знаю. Ладно. Нам теперь вон в... В этот зал. Где он там был? Хе-хе-хе. Досточки. Чуть я наверх редко смотрю. Нам вот сюда. Итак. Здесь нам нужно расставить. Я живой. Живой. Огр живой у нас. А кто такая воронверны? На вид как горгулия, что ли. Несмотря на общую грубость, исполния статуэтка. Да-да-да-да-да-да. Понятно. Улитка живая. Скелет. Скелет не живой, кстати. Ладно. Я сильнейший. Ну, я бы, наверное, сказал бы, что из них сильнейший это Огр. Хотя, если учесть, что скелет это нежить. А у нежити очень большая. Ладно. Возьмем пока что Огр сюда. Теперь. Я не умею летать. Или скелет, или улитка. Я могу идти. Ну, идти из них может только явно скелет. Потому что у него одного тут есть ноги. Этот летает, этот ползает. Теперь я могу идти. Смотрим сюда. Не умею летать. Ну, тогда это улитка. Живой. Живой. Вот эта штука. Да? Нормально. Это было несложно. Хорошо. Что это такое? Медвежья шкура. О, стойкость к холоду. И живучесть плюс 2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прям красиво. Оказалось, что у меня за спиной кто-то есть. Живучесть плюс 2 и стойкость к холоду. А что у тебя где-то? Защита, ловкость нет. Блин, ловкость это хорошо. Живучесть 1, защита 2. Живучесть 2. И стойкость. Давай, наверное, поменяем, дружище. А почему ты не можешь его одеть? Погодите, он не может эту штуку одеть. Живучесть 2. Сколько это нам жизни добавляет? Здорово 165. А, потому что это не броня. Вот почему он не может ее одеть. Все логично. Все чертовски логично. Тогда погодите. Изуродованный плащ. На тебе. А ты у нас оттенешь вот эту штуку. Ну, так гудел над духом. Прямо. Хорошо. Стойкость холода и живучесть 2. Это у нас повышает. Дает еще 10 хпшек. Отличнейшее. Так. Ты. Растение. Иди сюда. И ты. 55. Красиво. Хорошо. Паучья накидка. Дает на минус 2 силы. Я не верю, что мне это нужно. Так. На, шашлычок с лопой пока что. И у тебя все хорошо будет в жизни. А что за свиток? Да ладно вам! Вот где это было! У меня было полное ощущение того, что я где-то что-то упустил в игре. Потому что... Ай, блин, да просто забить. Надь, яйцо. Скушай их. Я просто... Мы пришли туда. Обошли кучу всего. Я был уверен, что мы упустили где-то какой-то секрет. Ай... Лексиконарий. Хорошо. Мы получили четвертый, если я не ошибаюсь, камень, который нам нужен. Теперь, куда мы можем пойти? Мы можем... Мы можем... Куда это ведет нас? А, погоди. Так это выход из уровня. Все. Все отлично. Нам сюда и надо. И теперь бы нам, наверное... Куда нам? Нам в канализацию. И... В храм на Старомбрическом прибрежье. Сейчас давайте туда дойдем и оттуда продолжим. Итак, я думаю, это вот этот вот храм, куда мы ходили. Да, у нас тут уже лежат три камня. Давайте четвертый наконец-то положим. Получим третий элемент. Третий. Супер. Я бы такой, чтобы, наверное, пошел бы его сейчас... Чтобы попасть в кристальные шахты, это должен пройти путь улитки. Кристальные шахты. А это где? У нас, кстати, вот тут проход с четырьмя кнопками, которые... Я вообще-то думал, что это будет связано с татуэткой улитки и всякое такое. Оказалось, что это вообще ни разу не так. А тогда куда теперь? Кстати, а почему у нас вот это место? Надо туда заглянуть. Хорошо. Кристальные шахты, путь улитки. Попробуем запомнить это. Я думаю, что это важно. Что у нас ключевого в улитках? Они маленькие, они медленные, они ползают. Можно вот так сократить, кстати. А, вот почему я туда не попал. Там есть лицо, но... Но. Хаб... А сам выход из хаба у нас где находится? По-моему, это что, что нам нужно, нет? Где? А, вот выход. Странная дверка. Итак... Вы это слышите, да? Блин, там этот говно-демон. Мне сказали... Погодите, ребята, хочу кое-что проэкспериментировать, про-попробовать. Вроде как есть какое-то заклинание, которыми все-таки можно убивать. Но я им ни разу не пользовался. Я не помню, что мне... Мне говорили, то ли один земли надо, то ли один воды надо. Давайте поэкспериментируем. У меня тут есть вот нарисован паттерн этого заклинания. Это должна быть вот такая вот двойка. Да, но сейчас у меня не хватает... Погодите минутку. Если это в землю вкину. Ну-ка попробуем. Нет, значит подождите. Давайте тогда попробуем в воду вкинуть. Вроде там буквально... Да, вот это заклинание. Супер. Вроде как вот этим вот заклинанием... Я уже не знаю, для чего оно еще нужно. Но вроде вот этим вот заклинанием можно убивать вот этих вот чертей, которые летают. Я не очень люблю оставлять за собой врагов. Поэтому я бы такой, что убил бы его, наверное. Ты над водой летаешь, нет? О, оно ему наносит урон. И вправду. Вправду небольшой урон. Наклипается это заклинание очень долго. Прямо очень долго, если что. Его пока соберешь, посидеешь. Мне кажется, из-за того, что у меня маленький уровень воды, которую я вкачал сейчас, оно слабое. Да чтоб тебе еще и промазывать, да? Интересно, сколько времени мне придется его царапать? Таким образом. То есть я ему очень мало урона наношу. А нет, нормально. Оно убивается. Хорошо. Тогда я, пожалуй, доволен. А где у нас там... Я еще слышу. Оно тут не одно, что ли? А, храм прямо здесь, между прочим. Твою замку. До свидания. Не до птицы. Хорошо. Элемент мы можем поставить вот сюда. Итак, у нас их три. Огонь, земля, вода или воздух, уж не знаю. Да, там еще один этот перец летает. Блин, мне это не нравится. Давайте поспим. Остану немножко манну. Куда нам идти? У нас теперь кристальные пещеры и путь улитки, так называемые. Я уж не знаю. Бунь! Попал. Иди сюда. Бунь! Попал. Зачем я это сделал? Это было крайне глупо. Блин. Этот я тупанул, да? Ладно, вот тут вроде можно от него помансить. Шестнадцать! Минус два. Сколько тебе еще? Блин, ему еще совсем чуть-чуть надо до этого. До уровня. Я уж думаю, сколько тебе бычаре нужно? Мне в ушах до сих пор вот этот звук этого элементаря. Ладно. Давайте подумаем, куда мы можем пойти. У нас есть кладбище. На кладбище нужно решить загадку, чтобы пройти дальше. И у нас есть... В топях мы все... Ну, как бы все... А, не, ну вроде все мы сделали в топях. Прибрежье. В котором я думаю... Я думаю, что мы все решили, но это не факт. У нас есть лес древоногов. В котором... Вот это вот очень подозрительное место. Тут как будто кармашек, куда можно пройти, но... Ладно, я что-то прям аж туда возвращаться не хочу пока что. У нас есть Тармарическое прибрежье. Кристальные пещеры. А это сюда кристальные пещеры или нет? Погодите. Здесь мы точно знаем, что кладбище... Может на кладбищах находятся эти кристальные пещеры? Но тут у нас... Черт. Ладно. Давайте сначала попробуем вот с теми кнопками разобраться. Попробуем сначала к тем кнопкам подойти, разобраться. Там вроде как никого не должно было остаться уже. Стармбрическое у нас сюда. Фига, угадаю. Мрачные топи. Спасибо! Кладбище. А, на кладбище у нас... Там, короче, там дещит эта Стармбрическое. На кладбище, значит, у нас тоже будет телепорт. Раз, два, три, четыре. Понятно, не надо. Так, если на секундочку подумать, что это вход в кристальные пещеры, то... Путь улитки. Это медленно пройти? Раз. Может быть, подождать? Два. Подождать. Три. Подождать. На туда я наступать не хочу. Почему кнопок четыре? Ага, предметы их не нажимают. Это печально. Ну, сколько тут можно ждать? Давайте больше. Давайте сутки попробуем. Да-да-да, она проголодалась. Надеюсь, она же не помрет с голоду. Нет. Короче, это бесполезно. Ладно. На, хлебушка пожуй. Почему ты с парсом этот щит ношу? Короче, я тогда не знаю, ребят. Чего и сколько и как здесь нужно ждать. Или не ждать. Или как это вообще все происходит. Может, мы реально с вами на кладбище пойдем? У нас же есть... Погодите, у нас есть записки. Так, это не беспокоить. Жаль. А вот это где? Так, этот клад нужно будет поискать. Мост. Камни. Ладно, к этому мы еще вернемся. Вот. Северная звезда. Продолжил. Вот. Вот эти вот записки у нас есть. И нам бы... Ладно, тогда давайте на этом серию заканчивать. Так, мы с вами получили третий элемент. Пойдем мы в следующий раз с вами... Если догадаемся, то, может быть, пойдем сюда. Если не догадаемся, то я попробую пойти пощупать загадку с камнем философским на кладбище. Вот здесь, который на входе. Потому что это единственный вход на клад... А вот это, кстати, что? Там еще одна дверка. Ладно. Я думаю, что можно будет потопать на кладбище. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok